Ольга Игоревна Ольга Игоревна, действительно, это небольшая зона интереса, небольшая зона интереса, как у нас, головошейных хирургов и головошейных специалистов, когда мы видим этих пациентов, небольшое количество органов, возможно, и большое количество, но очень мелких, они друг к другу рядом очень находятся, и появление одной из онкологических опухолей в целом может затронуть несколько областей и привести к большой-большой проблеме. Когда пациент перестает есть, говорить, глотать, возникает проблема, пациент тяжело ему дышать, и он не может объяснить, с чем это связано, в большей степени, когда эмоциональный человек, он связывает это с тем, что он перенервничал, и поэтому у него нарушается дыхание. Очень часто мы видим пациентов, несмотря на то, что это зона, которая, в общем-то, видна, и поскольку есть родственники, друзья и знакомые, которые вовремя могут направить этого человека к врачу, почему-то, я вот дальше представлю слайды, почему-то эти пациенты не обращаются к нам на раннем этапе. Мы видим даже пациентов, у которых имеется массивное распространение, есть уже обтурация даже ротовой полости, но пациент не обращается, там уже другой механизм появляется, там уже появляется такая защита пациента, когда он, включая защиту, он пытается спрятаться, спрятаться куда-то в какую-то коробку, не может понять, что ему делать, и ему, конечно, нужна психологическая поддержка. Но это основное, когда мы видим уже запущенного пациента, это психологическая поддержка, которая должна на протяжении всего этапа диагностики, лечения и наблюдения должна сопровождаться. И мы уже поняли, что сегодня, что не только самого пациента, но и ближайшего окружения. Основным, то, что мы видим пациента, пришел пациент, пришел он к нам на прием, мы видим это пациента впервые, понимаем, что ему нужна психологическая помощь, первым пунктом мы ему ставим назначение, это консультация психолога, ну и дальше мы начинаем оценивать. Это уменьшение боли, обеспечивание дыхания, или он может дышать самостоятельно, нужна ли ему трахеостома, нужно ли ему полноценное питание, похудел пациент, насколько, когда он похудел, или он был всегда таким. Пациент, у которого есть уже какая-то рана, за которой нужно ухаживать, и рана гниет, он не понимает, как за ней ухаживать, и что же делать. Это много вопросов, как видите, это до этапа начала лечения. Когда пациенту начинаешь это все говорить, пациент начинает агрессивно реагировать, поскольку у него рак, он это знает, а вот врач, который сидит на приеме, он этого не понимает. И те вопросы, которые сейчас представлены на слайде, его сейчас не интересуют эти вопросы, ему нужно срочно дать таблетку от рака, и он должен срочно вылечиться. А мы, специалисты, понимаем, что мы не можем начать лечение, поскольку здесь даже начавшееся лечение, и даже при наличии диагноза гистологического, пациент может просто не выдержать это лечение, он может погибнуть от асфиксии, он может погибнуть от нарушения, отсутствия полноценного питания, от инфекции, которая в ране. И очень часто мы сталкиваемся с тем, что пациента просишь показать ротовую полость, даже если это на шее, все равно нужно смотреть пациента полностью, естественно. Но мы смотрим на предмет кариозных зубов, пациент начинает очень сильно возмущаться, особенно их родственники, почему вы смотрите у пациента зубы, вы не стоматолог. Но это очень важно, конечно, мы понимаем, что это очень важный момент, потому что пациенту впереди это химиотерапия, лучевая терапия, хирургическое вмешательство, наличие несонированного очага может привести к осложнению, о котором мы потом будем очень жалеть, и, конечно, это упущение. Это большое упущение и непрофессиональный подход врача, поскольку этот пункт, который должен был обязательно, был обсужден и просмотрен. И очень важный момент, когда пациенту нуждается в трахеустоме, и мы объясняем, и очень горестно, когда приезжает скорая и отказывает пациенту в превентивной трахеустоме, мы не можем начать лечение, мы вынуждены писать, и я вот призываю врачей, которые занимаются этим, писать, что пациенту не может быть начато лечение специализированное, пока у пациента не сформирована превентивная трахеустома. Потому что во время процесса очень хорошо показала Ольга Игоревна, во срочном, но и в начале, и в процессе мы видим отеки, и пациенты могут в процессе лечения умереть от удушья. Как видите, вот такое вот расположение опухолей, и я попросила слайды помочь Ольгу Игоревну, здесь пациент, у которого имеется обтурация, имеется пакет лимфатических узлов. И вот в таком состоянии пациенты приходят к нам для лечения и не понимают, что с ними происходит, когда уже давно этот процесс запущен, когда мы видим большое количество осложнений, и пациент по какой-то причине не обращается к врачам. Ну и вот деформация гортани после уже проведенного лечения, это дискомфорт, это состояние, когда мы видим, что пациент нуждается, но опять он не обращается за помощью к специалистам. Просветив гортани огромная опухоль, это опухоль, которая перекрывает, пациент еле вдыхает воздух, опять не обращается к врачу. Пациент во время операции, мы видим, какой конгломерат, который находился в зоне шеи, и, казалось бы, глотать пищу, он проталкивал пальцами ее по ходу пищевода, помогая продвинуться. И так он жил, он не приходил до того момента, пока не случилась беда, и не появилось кровотечение, пациент был оперирован посрочной. В ротовой полости обтурация полная просвета, как видите, там нет возможности есть, пациент все, как можно начать лечить такого пациента? В водно-химиотерапии пациент просто не справится, отсутствие нормального питания, нутритивной поддержки, возможности дыхания, оно приведет к тому, что пациент просто будет снят с лечения. И снят с лечения, поскольку мы вот неграмотно подошли к этому вопросу, не подготовили пациента к самому лечению, и, соответственно, это не успех. Мы все работаем на успех проводимого лечения. Но вот с чего начать? Пришел пациент. Как думаете, видели ли родственники? Родственники видели, и мы не могли убедить его. Но вот сейчас-то пришел пациент, он пришел без лечения, он просто сидел дома. Осуждать его невозможно, потому что это человек, который уже понимает, что опухоль растет, он уже какой-то этап пропустил обращение к врачу вовремя, а потом боялся осложнений, о которых опять же рассказали. А вот если ты умрешь, и тебя будут лечить врачи, ты можешь умереть. А если не лечить, пациент не может умереть? Вот такое вот состояние, это женщина, которая ходила вот с такой опухолью. И эта опухоль уже давно, там запах, мы не можем передать в аудиторию излучение этого запаха. Поверьте, это было не самое приятное ощущение. На самом деле это ужасная ситуация. Мы помогли этой пациентке, конечно, мы всех, кого мы подемонстрируем, мы их оперировали. Невозможность полноценного питания. Невозможно питаться. Каким образом открыть рот? Рот невозможно. Берется трубочка для коктейля. Пациент принимает, и причем, объясняешь родственникам, они говорят, он же пьет через трубочку. Это недостаточно. Это неправильно. Пациент должен получить полноценное питание, и только так мы сможем лечить. Вот такая пациентка, которая приходит к нам с такой опухолью. Действительно. Ну вот человек с образованием, он может, в принципе, понимать, но боится. Опять же, это боязнь, это какая-то психологическая проблема. Он не приходит сразу. И почему они сразу не обращаются? Очень часто бывает такая ситуация, это не потому, что я хочу сиронизироваться, а это просто, это жизнь. И мы часто слышим ту фразу, когда пациент говорит, это часто, поверьте, это часто, когда пациент говорит, косыночка, которая прикрывала, уже перестает прикрывать, а покупать, в общем-то, и менять их очень трудно. Это слова женщины, которая пришла, и это никакая не ирония, это правда жизни, потому что пациентка постоянно менять, это все течет, это нужно менять, это нужно покупать, на это нужны деньги. И пациент мне это все объясняет, и это все понимает, что действительно, это правда, это правда, пациент не может, и поэтому он обращается уже за помощью. Это пациентка, у которой огромное количество родственников были, пришли вместе с ней, ей тоже мы делали операцию, и операция продлилась практически 5 часов, это уже было подрастание к сосудам. Операция была выполнена, это огромная меланома, которая практически всю переднюю поверхность. Респект, конечно, анестезиологам, эндоскопистам, которые помогли нам заинтубировать этого пациентку и дать наркоз, потому что это пациенты, которым, я не знаю, как можно помочь психологически, да, объяснять. И, наверное, на этапе того, пока они к нам придут, вот вопрос, как им помочь, как помочь, наверное, нам сегодня скажут психологи, как помочь, может быть, как-то в массы нести людям, что нельзя до такой степени доводить себя. Но вот фибероптическая интубация, это то, о чем говорил нам вчера эндоскописты, мы приглашали для демонстрации и рассказа о том, что мы делаем этим пациентам, опять же, продолжение ее, доктора Гринкевич, помощь эндоскопистов в выполнении и даче наркоза, именно потому что, но не конкретно этого пациента, или пациента, у которого имеется абтурация просвета, просвета гортани. Какие могут быть ошибки при манипуляциях? Понятно, что пациенты, когда уже попадают вот такие, и вы понимаете, что происходит, бывают такие ошибки и без вот этих опухолей, а когда эта опухоль есть, и, возможно, это происходит, и вдруг экстренно пациент задохнулся, и эти ситуации у нас возникают, поверьте, часто, это не самая приятная операция в моей жизни, когда приходится экстренно прибегать в операционную или в поликлинику и оказывать помощь, когда огромное количество людей вокруг, и работают анестезиологи, и все эндоскописты, и невозможно помочь. Ошибки при манипуляциях могут быть, можно в этот момент и поранить пищевод, и трахею, и мебронозную ее часть, получить пневмоторакс, можно получить двусторонний пневмоторакс, пациент может задохнуться, умереть именно от того, что появился двусторонний пневмоторакс, можно поранить крупные артериальные сосуды. Экстренная трахеустома – это не то, что показывают по телевизору ручкой сделать дырку в горле, это, поверьте, мне это на самом деле не все так просто, и так это просто не делается. Огромное количество осложнений, и человек, который занимается головой и шеей, ему-то тоже это очень страшно, и не так, чтобы тот, кто занимается опухолем головы и шеи, может сказать, а я профессионально сделаю трахеустома. Это не так, это, поверьте, это лукавит, потому что любая такая экстренная ситуация, она может привести к огромным осложнениям, как ранним, так как представленным, так и поздним осложнениям. Осложнения от химилучевого лечения мы видим вот такие. Это ситуация, когда вот сейчас психологическая поддержка идет в полном разгаре, то есть вот это пациенты, практически все они находятся под опекой психологов у нас на отделении. Они все вот в этом состоянии нуждаются в психологической помощи. Это невозможная ситуация. Причем я демонстрирую сейчас не опухоли, а осложнение лечения. Это на самом деле очень такая серьезная ситуация. И когда пациент объясняет, что у него болит, и во время лучевой терапии, и очень многие не понимают, что это может болеть, что испытывает пациент? Он испытывает, прежде всего, конечно, сразу, это безысходность и агрессия. Одновременно все те пункты, которые перечислены, я не буду их перечислять, а в конечном итоге это страх смерти куда-то уходит на последний план, поскольку делается оценка эффекта. Мы видим, что есть какая-то помощь и уже есть какой-то эффект от химилучевой терапии или какого-то лечения. Поэтому он уходит, но появляется агрессия. Агрессия от боли, кровоточивости, от всего прочего того, что представлено. Вот такое вот состояние, когда помощь очень нужна. И нужна помощь психолога профессионального. Спасибо за внимание. Продолжение следует...